Я не собачник, но раньше я такого не видел, даже в загнивающих Европах. Смотрите, какая трава, ничего себе. Как будто ковер, а не трава. Я не знаю это делать, потому что это обычно конкуренты ко мне ходят, тоже на память фотографии. Смотрите, пожалуйста, смотри, моя машина. Я звоню, зараз назову эти ключи. Хочется верить, смотрите, нифига себе, е-мое. Все, километров 50, наверное, 45. Друзья, всем привет, Паша на связи. Киев, Украина, за окном у нас середина апреля. Я нахожусь сейчас, где бы вы подумали, вот так, на киевском велотреке, друзья. Но речь в этом видео пойдет не о велотреке, как вам может показаться. А о рынке, о ценах, об ассортименте и атмосфере. Но если вы хотите посмотреть что-то про велотрек, обязательно посмотрите. Всплывающая подсказочка или ссылка под видосом. Это было в прошлом видео. Ну а мы с вами давайте отправимся познавать ценовые диапазоны, ценовые рамки, ассортимент, овощи, фрукты. На рынке, который находится недалеко от этого велотрека. Он находится ориентировочно, чтобы вы понимали. Это правый берег Киева. Это цирк. Киевский цирк. Это площадь Победы. Не знаю, как там сейчас по-новому оно называется. Но суть вы поняли. Заодно, пока мы с вами туда дойдем, мы поговорим, посмотрим атмосферу, посмотрим людей. Посмотрим, как живет Киев сегодня. Посмотрим жизнь обычных людей. Посмотрим, сколько и чего нам обходится весной 2024 года. И что можно купить уже на сегодняшний день. Потому что цены, конечно же, ну честно скажем так, не совсем низкие и не совсем высокие. Такие средненькие. Поэтому рынки, смотрите, я первый раз вижу, даже есть подземный паркинг под велотреком. Под велотреком, интересно, цены тут есть? Я хочу посмотреть. Нет. Цен тут нет. Не знаю. Посмотрю в гугле, если найду цены, обязательно вам ставлю. Почему я удивлен? Потому что это центр Киева. И это в ответ тем людям, которые говорят, автомобилистам, которые говорят, что вот, мы встали на велодорожку, мы встали на зебру. Почему? Потому что негде парковаться, вы ключку скажите. Это реальные фразы, это реальные слова. Дословно от людей, которым я, допустим, обращаюсь, которым я говорю о том, что, ну слушай, друг, ну ты можешь на велодорожке не парковаться там или на тротуаре. И это их дословные фразы о том, что вы скажите Кличко, пусть построят сначала парковки, а потом мы типа не будем с вами парковаться. Ставлю, не могу не поставить респект в очередной раз тем людям, которые ответственны за велодорожки Киева, за их развитие. Потому что, когда ты видишь, когда ты едешь не просто в правой крайней полосе на велосипеде, там или на чем там сейчас разрешено, а едешь по отделенной вот такой вот полосе, которая отделена не только стопчиками, но еще и бордюром, куда не имеет права заезжать ни автомобиль, ни какая-то гужевая повозка, то, конечно же, ты менее, ну так скажем, обеспокоен за свою жизнь. И это круто, это круто. Так, друзья, переходим мы дорогу, еще один пролет, один квартал, один поворот, и мы с вами оказываемся на рынке. Что у нас по погоде? По погоде у нас максимально все просто. Смотрите, какая трава, ничего себе. Будто ковер, а не трава. Такая гладенькая, вообще маленькая. Класс. Что это тут у нас за дом, что у него, около него сеет такую траву, флаги. Так, друзья, вот такие у нас дела, видите, защищены, сняты. Не помню, не знаю, какой тут был памятник. Гляну по гугл карте, посмотрю, скажу. Но, судя по всему, какой-то, который пришлось демонтировать. Очень много людей, очень много, которые вышли сейчас уже на прогулку, потому что последние пару дней у нас максимально погода дождливая была, и сейчас только-только появились солнечные первые деньки. И поэтому к вам вопрос, друзья. А вам комфортно, интересно, познавательно и, так сказать, и бич до вподобы, чтобы в дождливые дни я куда-то отправлялся в закрытые локации, ну, например, в закрытый рынок, или какой-то торговый центр, или какая-нибудь там себе Zara, или плевать на дождь, плевать на ветер, плевать на сумрак. И, Паша, давай, даже в дождливые дни все равно экскурсии по Киеву с заходами на открытые рынки. Напишите в комменты, какой для вас вариант больше будет приемлем и больше интересен в дождь, ветер, слякоть. Конечно же, в Киеве проблема была, есть, остается с парковками. Но в отличие от многих других стран, я честно скажу, побывав почти в трех десятках стран, у меня есть чем сравнить, в Киеве еще обстановка куда не шла. И если говорить, да, про людей, допустим, которые, ну, какое слово тут можно подобрать? Не уважают, не уважают велосипедистов. То есть, вот посмотрите, вот эта велодорожка, если в ту сторону она почти пустая, ну, окей, почта, сделаем поправку, он выгрузился, закинул и поехал дальше. А с этой стороны, с этой стороны у нас что? Что это за вакханалия находится на велополосе? Они думают, что если одним колесиком заехали на тротуар и оставили два метра свободных для прохода и проезда, то для велосипедистов плевать, они как-нибудь объедут по первой полосе. А фишка же в чем? В том, что если, допустим, я еду по велополосе, и для того, чтобы мне проехать и объехать, мне нужно что? Мне нужно выехать в первую полосу, где меня может какой-нибудь сзади комбайн снести просто на раз-два. Вот, выехал, а тебя сзади снес трактор. Все просто. Появились открытые террасы. Ну, наверное, за последние, может быть, недели-две, может быть, чуть больше. И вот мы, друзья, с вами пришли на вот этот вот рынок. Я, честно говоря, как-то ожидал от него больше, но ничего страшного. Сейчас пройдемся, посмотрим даже, что у нас тут есть. Но место мне нравится. Место мне нравится в плане красоты. Да, посмотрите, тюльпаны. Появляются новости. Это, опять же, какое-то безумие. Появляются новости, когда реально людей ловят. Вы представьте, людей ловят на том, что они вот с таких мест, вот с таких локаций, да, срезают тюльпаны. Просто приходят под вечер там во время, я не знаю, ночного какого-то сумрака, и срезают тюльпаны. И потом их продают возле метро, продают на каких-то локациях. Ну, это какая-то дикость вообще, на мой взгляд. Это просто дикость таких людей, и я не знаю, что с ними сделать. За руку ты не будешь держать, пока полиция приедет, поэтому фиг его знает. Ну, посмотрите, специальный писсуар для песиков. Первый раз в жизни такое вижу. Я не собачник, но раньше я такого не видел даже в загнивающих Европах. Вот такой вот столбик. Собачка подходит к столбику. Было бы интересно, конечно, если бы сейчас у нас на практике кто-то это показал. И писсуар для песиков. Дорогие господарю, тут ваш песик сможет залишить поведомление. Цей конус встановлен для захисту рослины от собачьих миток. То есть логика, что собачка подходит, извините за мой французский сыт, не на столбик, не на кустик, не на цветы, а вот на такой конус. Вот так вот выглядят пересечения улиц там, где находится у нас рынок. Ну, давайте, друзья, зайдем, посмотрим, что у нас есть на рынке. Люди самого разного вида, самого разного одеяния. Кому-то жарко, кому-то холодно. На меня, если вы посмотрите, да, то я вот в такой вот жилеточке. В такой жилеточке и в реглане, потому что оно как бы не сильно холодно, не сильно жарко. Добрый день. Вот, добрый день. Добрый день. А можно подавиться у вас? Так, лесовый. А что такое масло, лесовое масло? Это... А, все, понял, понял. Соти. Соти семьдесят шестьдесят три. Короче, средняя цена соти шестьдесят. Есть сорок три. А цена зависит от, ну, из какого, да? Сортом, наверное. Все, понял. Понял, квитковый сто. Резнотравья плюс гречка сто сорок. А тут десь, ну, пів кило, да, воно так? Семьсот грам. Экстракт, лечина, квитковой моли. Питные меди. Ноль пять. А оцей питный мед, це воно, ну, як для лікування, чи куди воно додается? Ага, все, понял. Не містить консервантів та барвників. Так, это, дякую, все у нас по меду. Давайте посмотрим, друзья, по колбаске. Что у нас есть по колбаске? Кролык, петчины, 220 за килограмм. Пальцем не смогу попадать, потому что мимо немного. Сервелат салями Харківська 330, киевская 285, балык телячий, диетичный, вот-вот-вот, 240 за один килограмм. Буженина в фольге 275, вот-вот буженинка. Шинка Царська 290, а шея килограмм 350, это где-то 10 долларов, может быть, даже меньше, 8 долларов. Салями Харківська 235, сало Генеральське В'ялене. А? Кому вы это сходите? На память. 440? Я не знаю это делать, потому что это обычно конкуренты ко мне ходят, тоже на память фотографии. Ну, выбачь-то. А че не разрешаете? Это ж вам наоборот, люди посмотрят и... Че никто не посмотрит? Вы так уверены? Да. Некоторые говорят наоборот. Не, не хочу. Я не хочу. Понял, понял. А Норивудского вы набываете? Нет, к сожалению или к счастью нет. Там процентов 30 продавцов. Это было 10 лет назад, мы там были, там не было ничего хорошего. Не-не, я о другом. Я о том, что... Дайте, пожалуйста, мне... Сколько там? 5,72. А, ну, да. Что же, потоки информации. Я отвлек и сбил. Да, да, да. Четверо диактония. Я просто про то, что Норивудского там процентов 30 уже, знаете, настолько привыкли к 21 веку, что к ним только подходишь. Они, так, минуточку. Все, что у нас есть сегодня, сейчас расскажу. Не-не-не-не. Не, да, без проблем. Не хотите, я не буду. Нет, меня все мое найдет, померьте. Понял. Ты с 21 века. Понял. Ну, у каждого свое мнение. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Тут такое. А скажите, ну, просто людей... Вот я садю, что-то маловато, да, или... Да, это маловато. Сегодня, да. А то я так бежал, бежал. А то первый раз просто со стороны левого берега обычно у нас там рынки. Но тут какой-то маленький. Или разъехались уже. Да, ужасно. Хотя, с другой стороны, это центр. Тут, по идее, люди должны... Все центровые люди в Европе. Не, ну, все равно. Кто не уехал, тот не хочет. Понял, понял. А кто не уехал, те ходят на Бессарабку, да? Не знаю, куда они там ходят, непонятно. Понял. Ну, не хочет продавщица, чтобы ее мяско снимали. Давайте посмотрим. Перчик 30. Добрый день. Так. А цей коктейль не дача черри? Коктейль. А в какую цену они? Сто шестьдесят. Сто шестьдесят. Домашние шестьдесят. О, у вас продвинутый прилавок. Даже можно на карточку перевести. Так. Орешки двести. Феникс сто. Солодка груша семьдесят пять. Вяленые сто пятьдесят. Изюм сто пятьдесят. Копчена. Сто двадцать. Яблочки двадцать пять. Семеренко двадцать пять. Голден двадцать пять. Чемпион тоже двадцать пять. Так. Орехи. Орехи грецкие. Семьдесят пять. Если я правильно измяю катью. Сушена черевишня. Ничего себе, друзья. Что это такое черевишня? Интересно. Сушеный абрикос. Урюк двести. Изюм сто двадцать. А подскажите, пожалуйста. А что это такое? Я в первый раз чую. Это в компоте? Сушеный абрикос. Сушеный абрикос. Ну, а для компота? Для компота, да? Ага. Можно так поживать. Понял. Понял. Так. Масло у нас оцет двадцать пять. А масло? Масло не вижу. А масло в яку ціну маленькое? Сорок пять. Сорок пять. Ага. Заразумив. Так. Кишмиш. Сушеный двести гривен. А какая топля на флоте є? Она очень мелкая. Та є велико, но там подивиться. На той стороне. Что у нас еще? Чечевица восемьдесят. Зелена гречка пятьдесят. Эко гречка тридцать пять. Псичка гречана тридцать. Кускус израильский сто. Ну, это порядка трех долларов. Нут сто двадцать. Пшенична. Ну, таким вот можно кормить уток. Пятнадцать гривен. Груша копчена семьдесят пять. Нормальная цена вполне. Что-то дороже, что-то дешевле. Вот сушка, например, дорогая. Тут сто гривен. Груша копчена, она стоит семьдесят восемьдесят гривен. То есть цена обычная. Чечевица восемьдесят. Булгур средний семьдесят пять. Басмати сто пятнадцать. Так, давайте посмотрим, что у нас тут еще есть. Киви сто. Вяленый чернослив сто пятьдесят. Копченый сто двадцать. Орех глянул. Двести гривен. Семеренко яблоки двадцать пять. А картопля в якутину скажите? Двадцать пять картошка. И все. Вот весь рынок получается. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь лотков. Ну, печальненько, печальненько. Так, друзья, вот там вот у меня сзади остался рынок. Я, честно говоря, насчитал там семь примерно лотков. Машин, мне кажется, больше, чем людей. Чем людей, чем прилавков, чем всего остального. Переходим мы дорогу в десяти метрах от зебры. Пока на красном светофоре стоят автомобили. Для того, чтобы показать вам вот такую вот красоту. Красота неописуемая. Указатель на детячий садок. Детячий садок Ясла и Початкова школа. Вот тут вот опять же реалии, друзья. Реалии. Киева. Двадцать четвертый год. Апрель месяц. Вот такое вот бомбоубежище. Для детишек с садочку. Что вам сказать, друзья? Рынок, можно сказать так, в центре Киева почти. Почти в центре Киева. Несчастный рынок. Семь, может быть, восемь, может быть, десять лоточков. Людей нету. Цены, насколько я посмотрел, высокие. Высокие точно такие же, как вон тот вот балкон, который в одиночестве находится на самом верхнем этаже. Судя по отзывам продавца, продавщицы, которая хоть и гневается, хоть и недовольна количеством людей, самой локацией, тому, что тут плохо, тому, что тут некомфортно, тому, что тут нету продаж. И несмотря на это, она все равно не хочет, чтобы фотографировали не то, что ее, а даже ее продукцию. Потому что, видите ли, это делают только конкуренты. И что? Ну, мне, честно говоря, смешно. Я отношусь целиком и полностью к каждому. Ценю каждое мнение. Но это странно. Это странно, потому что 21 век на дворе. Друзья, вот эвакуаторщики. Сейчас, если нам посчастливится, мы посмотрим и засечем время, сколько уходит на погрузку автомобиля у одного эвакуатора. Делают они это крайне быстро, крайне оперативно и очень и очень профессионально. Я предполагаю, судя по тому, что я вижу, они сейчас будут вот эту вот машину эвакуировать. Мне так кажется почему-то. Возможно, нет. Возможно, да. Сейчас посмотрим. Сделаем небольшой привал. Засекаем время. Смотрите. Отсчет пошел. 0-0, если вам видно. 2 секунды. 2 секунды. Грузим. Раз. Ну, это, кстати, эвакуаторщики. Они не сильно быстрые. То есть это такие, которые требуют времени, а есть, которые совсем подъезжают, быстро устанавливают боковыми шипами и потом переезжают. На другое место никто не успевает даже отреагировать. На самом деле респект. На самом деле респект таким эвакуаторщикам, потому что я сейчас перейду на ту сторону, и вы увидите, в чем проблема. Вы увидите главную проблему, почему эти машины не должны там стоять. А стоят они, друзья, на тротуаре. Вот смотрите, сколько места между машиной и между забором. Вот мамочка с детьми, если я сейчас буду идти ей навстречу, то она просто не разменется. Не разменется, и все. То есть она должна будет ждать, пока я пройду, а потом мы пройдем. И все. Горную справу робите. Дякуймо. Человек знает правила, видимо. Раз говори, что это тротуар. Сейчас, Мужчина по традиции должен отправить нас к Кличко, чтобы он построил парковки, а потом уже эвакуировать. Если бы он пошел на 10 секунд раньше, мамочка с ребенком шла с коляской, он бы с ней не разминулся. Все, погрузили. 2 минуты 26 секунд. Все. И я думаю, что в следующий раз водитель не захочет вставить уже машину. Все пусто, места куча. Машина поедет сейчас на штрафплощадку. Сейчас это у нас загрузится. Точно так же будет. Это не до меня. Я просто проходящий мимо. Не, не, не. Я просто это. Снимаю. Ну раз вы пришли, я думаю, вас отпустят. Встегли. А я бы тут на пару суток вошел, друзей в лоб и контролювал про это. Правильно. Еще есть одна машинка. Что мы неправильно, да, забираем? Не, я наоборот за. Вы что? Просто бачите. Да, все. Я розумію. Я говорю, что если бы этот мужик ишел, он бы даже не разминулся с этой, с дитинкой. Я только за. Все. Все. И водитель потратит больше времени на то, чтобы забрать машину, чем на оплату официальной парковки. Тут под велотреком есть парковка. 100 метров. Проехал и встал себе. Вообще не проблема. Я не думаю, что там какие-то заоблачные цены для того, для первой машины, которую погрузили для Мерседеса. Да, да. Вони же как цей, переезжают в Европу, он может намотать круги в пошуках парковки, и он не встанет на тротуаре, потому что сразу заберут. Ну, да. Ну, девушка успела. Давайте я вам караштраф выпущу. Вон она просто не ответит. Вы все не ответите. Выключи сами. Можете так подключить? Я могу, я только тихую, я включу. Не пиши машине, я просто. Вы знаете, пара, который подключает? Да, я поднимаю, что она подключается, я побачу нашу. Я все выключу. В любом случае работы у эвакуаторщиков куча. Вон там вот машины стоят еще одна, вторая, третья, четвертая, пятая. По той стороне точно так же. Там, я думаю, что двух метров точно нет между забором и между автомобилями. Да, более того, если вы присмотритесь, я подойду потом чуть ближе, вон там вот на столбе даже висит знак. Висит знак, что парковка запрещена. Ну, вот эвакуаторчик пошел прямо измерять расстояние между автомобилем. Поэтому тоже двух метров там нет. Тут, дай бог, чтобы, может быть, метр был максимум. Примерная стоимость для того, чтобы потом забрать автомобиль. То есть, грубо говоря, если ее сегодня вот увезли, и она сегодня опомнилась, ну, в Дию приходят уведомления, то примерная стоимость, если я не ошибаюсь, 1200 гривен, это с учетом эвакуатора, это с учетом одного транспортировки, с учетом штрафа и с учетом одного дня нахождения на штрафплощадке. Ну, как говорят, время важнее, поэтому, ну, представьте, вы выходите, у вас там вещи, может быть, даже ключи, какой-то багаж, какие-то рюкзаки в машине, вы приходите, машины нет. Все, общественным транспортом вы едете куда-то на край Киева, где-то находите эту штрафплощадку и платите деньги там, банки, не банки, рабочие, не рабочие, если это выходной, то там тем более никто не будет вами заниматься. И все, и потом начинаете дружное спасение автомобиля в обратном порядке. Жалко, единственное, знаете, друзья, что? И это факт, что вот сейчас, если этот эвакуаторщик уедет, да, с автомобилем, к примеру, уехал, взял, уехал, вот 100%, я даю вам гарантию, что через 5, максимум 10 минут тут, 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 тут все будет запарковано. От самой зебры до самого, до следующего автомобиля. Все, это, это неискоренимо. То есть эти люди, которые думают только о своем удобстве, да, то есть он встал, да, но количество прохода, количество места, оно оставляет желать лучшего. Метр, вот смотрите, стоит инспектор с парковки, если навстречу кто-то сейчас будет идти, с ним уже не разменется. Это факт. Эвакуаторы должны, а, быть не только по правому берегу, по левому берегу, я даже не знаю, я, наверное, ни разу не видел эвакуаторов, и, б, их должно быть в 100 раз больше, их должно быть в 1000 раз больше, чтобы они не так, что он уехал, поставил на штрафплощадку и вернулся обратно, а чтобы они просто вот так вот, просто стояли, мониторили и ждали, когда, когда кто-то нарушит. Вот тогда будут людей учить. Один раз увезли, человек потратил полдня на спасение автомобиля, второй раз увезли, потратил полдня, и все, потом он не будет уже ставить. И вопрос не в деньгах, вопрос именно во времени. Потому что время на сегодняшний день – это тот ресурс, по сути, который не восполняется. Все просто. В общем, оставляем мы и парковщика, и девушку, и идем уже в сторону метро. Потому что через сколько выйдет владелец автомобиля, я, честно говоря, не знаю. Вот интересные локации, смотрите, какая классная, классное зеркало. Алиса в стране чудес, в лице Паши. Все вот эти автомобили, вот этот автомобиль, вот этот автомобиль, все они, да, все они стоят с нарушением. Потому что вот тут вот места, ну, точно нету двух метров. Да и с той стороны тоже, с той стороны, наверное, еще меньше. С той стороны. Не то, что полтора, там даже, наверное, метра нету. Может быть, сантиметра восемьдесят установили. Вот следующий эвакуатор подъехал. Не знаю, насколько он такой бус интересно поднимет, потому что бусик, конечно же, нелегкий. Вот для примера давайте посмотрим, сколько тут места между автомобилями. Вот там дальше есть. Тут, к примеру, у нас, ну, порядка где-то, наверное, полтора метра нету. А вот тут, вот смотрите, автомобиль, допустим, встал. Вот сколько тут есть места? Ну, наверное, сантиметров восемьдесят. И вот там вот дальше, точно так же. Ничего, для всех удобно. Поэтому эвакуаторчики и работают. Эту проблему может решить, можно решить максимально просто и максимально доступно вот такими вот полусферами. Вот смотрите, там, где полусферы есть, там машин нету. Цена одной полусферы, я не знаю, это цемент. Это обычный цемент, обычный какой-то бетон. А там, где заканчиваются полусферы, там начинается бакханалия. Спереди у нас бульвар Тарашевченко. И за ним, сразу за ним, ботсад. Забор ботсада. Ну, посмотрите, какая красота. Цветут даже тут деревья. А за деревьями вот такая вот, в кавычках, красота киевских домов, киевских двориков. Ужас. Думаю, что, конечно же, в нем никто не живет, судя по отсутствию каких-то занавесок, судя по разбитым окнам, судя по выбитым окнам. Но с ним ничего не сделать, потому что это, скорее всего, некая памятка архитектуры. Ей снести ее нельзя. Ее можно только отреставрировать, отреконструировать и привести в порядок. Ну, такие вот интересные, такая же такая локация. Бар. Люди пьют, люди закусывают. Очень удобно со столиками. Кстати, даже вот тут, видите? То есть, это, по сути, столик. Стульчики и столики. Можно и тут сидеть, и сверху сидеть. И снизу сидеть. Очень удобно. И вечером тут большое количество людей располагаются по периметру. Вот так вот. На травке. Кто на травке, кто сверху, кто... Видите, даже такой подъем пьедестал наверх. Ну, а в самом баре сильно, я думаю, что шумно для того, чтобы там сидеть. Белый налив. Давайте посмотрим, что у нас по ценам в белом наливе. По ценам у нас хот-дог классик 59. Дог шейк 79. Цезарь 79. Видите, да? Картинки вы все видите. Сидр. Гриффрут 59. Чтобы узнать, сколько это в долларах делить на 39. В евро делить на 42. Наливки. Вишнева 59. Безалкогольный лимонадик 29. Кока-кола 49. Громовки нету, но такое. Устрицы 69. Цены видите. Вина 75. 075. 295 гривен. Ну, так вот у нас выглядит белый налив. Надеюсь, что этот автомобилист, этот водитель, который когда выйдет и не увидит свой автомобиль, получит уведомление в ДИИ о том, что ее эвакуировали, потратит энное количество времени на то, чтобы на общественном транспорте. А большинство автомобилистов, они, спроси у них, они даже не знают, сколько стоит поездка в метро или в троллейбусе. Они там в жизни уже сто лет не катались. Он потратит время, проедет, покатается, заберет машинку, заплатит деньги. И очень хочется верить. Смотрите, нифига себе, е-мое. Километров 50, наверное, 45. Ужас. Он хоть и в шлеме, но на таких маленьких колесиках, это, конечно, утопия. Тут не настолько крутой, гладкий, идеальный асфальт, чтобы так гонять. Вон еще один самокатчик, который только что не грохнулся. Прокатный арендный самокат. Сейчас поедет в третью полосу. Ну, а мы с вами, друзья, вот на ту сторону к метро-университет переходим. Бот-сад сзади. Кто не видел, друзья, Бот-сад, видео с Бот-сада, оно было в прошлом ролике. Ссылочку я ставлю под видео, а также вас в всплывающей подсказочке. Обязательно посмотрите, потому что такой красоты пропустить ни в коем случае нельзя. Друзья, каждый, кто досмотрел до этого момента, каждый, кто смотрит мое видео, каждый, кто проявляет активность, я хочу выразить огромнейший респект. Я хочу выразить большой палец. Я хочу сказать, что вы молодцы, что уделяете этому свое время. Ну, и, конечно же, хочу попросить, если вы хотите поддержать развитие канала, хотите поддержать мою мотивацию, вы можете это сделать тремя способами. Первый – это прожать в подобайку, да, палец вверх. Второе – это оставить коммент по теме, не по теме, может быть, по поводу эвакуаторщиков, согласны, вы не согласны, ставите ли вы, нарушаете правила, если вы автомобилист. Как вы относитесь к какому-то эвакуаторщикам, если вы обычный пешеход. Как вы относитесь к автомобилистам, которые так нагло, в кавычках, не в кавычках, не знаю, нарушают правила дорожного движения, встают на тротуар и плевать не хотели на пешеходов. Напишите, интересно услышать, интересно узнать. Ну, и, конечно же, подписка, потому что для вас это секунда времени, а для меня это помощь в развитии канала. До новых встреч, новых видосов. Всем пока. Продолжение следует...